привет гору и добро пожаловать в предрассветный час так темно что меня наверное не видно в общем пройдемся по биткоину по эфиру я покажу вам свои сделки свои ордера проведем теханализ подпишитесь на канал поставьте лайк включите колокольчик и если вы проснулись сразу вставайте а встали уже не возвращайтесь обратно сходите на прогулку попейте водички прогуляйтесь по пляжу давайте перейдем на графике прямо сейчас открываем рынке тесла выросла на 3 процента прекрасно плюс 3 2 но в целом рынок красный посмотрите на общую капитализацию рынка какое падение везде nasdaq вырос ворлдкоин минус 15 процентов я продал частично ворлдкоин покет минус 6 процентов mcrt минус 46 я вчера покупал mcrt но это не финансовый совет проводите свои исследования принимайте свои решения я просто показываю что я делаю на рынке с деньгами но давайте посмотрим теперь на биткоин начнем с недельного таймфрейма и здесь мы видим желтую трендовую линию и по этой трендовой мы видим все еще восходящий тренд но похоже что биткоин пока что идет вниз к этой трендовой линии объемы падают стахастик направлен вниз желтая трендовая линия трендовая линия желтая возможно биткоин идет к этой трендовой линии и также свеча доджи на графике на недельном это разворотная свеча интересно 61 тысяча 500 долларов крипто груб от все еще держит сигнал на покупку он дал этот сигнал еще феврале прошлого года опускаемся на дневной желтая трендовая линия по этой трендовой линии bitcoin идет вверх еще с прошлого года биткоин 27000 45000 биткоин притягивается к этой трендовой поэтому я ожидаю что падение биткоина продолжится и он идет к этой трендовой им чтобы коснуться ее снова а также здесь еще волны лёта как они работают первый импульс затем коррекция следующий импульс затем снова коррекция и затем еще один импульс вот этот средний импульс это самый большой импульс и получается что финальный импульс он должен быть меньше чем предыдущие а вот эта коррекционная волна которая сейчас на биткоине она минимум 23 процента а максимум 35 и вы видите что биткоин уже прошел эту коррекцию от 73 тысяч долларов уже там он сделал 23 процента коррекции 35 процентов коррекции это будет примерно 48 тысяч долларов еще раз 35 процентов это максимум коррекции а если там будет больше 35 м то это уже не волная лёта биткоин уже отталкивался от минимального размера коррекции когда было 23 процента может быть это было уже и дно но единственное что меня беспокоит это торговые объемы объема предсказывают цену а вы видите что у нас были очень хорошие объемы на бычьем рынке а теперь смотрите что происходит шик объемы уменьшаются это на деривативах на биткоине а мы также можем посмотреть и на спотовый рынок на бинансе видите тоже самое посмотрите самые большие объемы были на медвежьем рынке объемы показывают сколько биткоина продается и покупается в данном случае за день вот например давайте посмотрим 760 тысяч биткоинов торговалась в день 400 тысяч биткоинов а теперь если мы посмотрим на торговые объемы 18 тысяч 20 тысяч на вчера было например 28 тысяч здесь 32 тут 12 13 в общем если сравнивать с тем что было на медвежьем рынке конечно большая разница 400 тысяч биткоинов 600 тысяч биткоинов 700 тысяч вот там затаривались умные люди на теперь это все они продают об тех кто сейчас заходит падают объемы да объемы падают объемы должны расти не важно что там какие другие сигналы и индикаторы говорят главное объема им если объемы падают это означает что люди не интересуют биткоин они забили на это болт когда люди не интересуют это все цена начинает падать потому что на рынке остались одни продавцы нужны покупатели это то что мы видели раньше когда заходили bitcoin и т.ф. покупали bitcoin но такие дела короче моя торговая идея по-прежнему не меняется заходим на 53 тысячи но давайте поищем может быть какие-то паттерны на дневном таймфрейме объемы падают даже несмотря на то что вчера были какие-то объемы на покупку они все равно ни о чем по сравнению с тем что было раньше и к это тут вроде перевернутой головой плечи правда шик перевернутой головой плечи формируется но падают торговые объемы и стахастик направлен вниз я тут недавно говорил о том что трейдеров загоняют в ловушку и здесь оно так и произошло многие зашли вчера в лонга и попали в ловушку а сейчас bitcoin идет вниз с такими торговыми объемами как сейчас я думаю что bitcoin либо нарисует двойное дно на отметке 56 тысяч либо пойдет еще ниже в эту зону конфлюенции тут у нас желтая трендовая линия по которой bitcoin уже давно идет затем этот нисходящий тренд в котором bitcoin сидит несколько месяцев также коррекционная волна эллиота и все сходится в этой точке поэтому можно попытаться поймать отскок от 56 тысяч 56 462 стоп лосс на 56 300 но хотя можно опустить стоп лосс потому что легко может выбить на каком-то резком проливе 56 482 заходим стоп лосс на 56 188 тейк профит на 61 тысячу к уровню сопротивления торгуем риска 294 доллара заработать можно 4600 долларов это в расчете на один биткоин без плеча ребята тут такой рассвет я вам говорю невероятно просто как кто-то показать то вам на смотрите какие цвета видите да красота без фильтров никаких фильтров не применяю просто снимаю на айфоне это на что я смотрю прямо сейчас когда записываю это видео прекрасно красивый рассвет такие особенные цвета доброе утро всем желаю хорошего дня всем желаю хорошей жизни всего хорошего пусть природа на вас работает наслаждайтесь этим днем наслаждайтесь вашей жизнью поменьше думать о плохом все желаю чтобы у вас меньше было повода думать о чем-то плохом и вот наслаждайтесь такими моментами например таким красивым рассветом и это ваш выбор ваши возможности как вам жить ладно возвращаемся на графике и вторая торговая идея зайти от 53 тысячи . конфлиенции основной магнит куда идет биткоин что-то я заговорился уже устал хожу тут по пляжу чуток притомился ну ладно короче говоря 56 53 м но проблема в этой коррекционной волне которая сейчас на биткоине что она затянулась а потом идет импульс который меньше чем предыдущие к сожалению мне там нужно пересмотреть цель получается уже не будет 88 тысяч слишком низко мы уходим в этой коррекции это уже была вершина к сожалению я думаю что 74 тысячи долларов это уже была вершина потому что это коррекционная волна но или на самом деле нет все не так у нас же тут есть трендовая линия на недельном таймфрейме эту трендовую мы провели через вершины предыдущего бычьего рынка вот так я получил эти 88 тысяч поэтому почему и нет ну да ладно вернемся обратно это мои торговые идеи я все еще думаю что биткоин пойдет на 53 тысячи долларов посмотрим на четырехчасовом падают торговые объемы но вот тут несколько часов назад они выросли многих вчера заманила в ловушку а я всех предупреждал не заходите там ловушкам стахастик нынче разворачивается вверх но проблема это объемы несколько часов назад тут был всплеск на объемах а почему он там был там кто-то купил 16 тысяч биткоинов на деривативах но если мы посмотрим на спотовый рынок то здесь 3300 биткоинов когда обычный часовой объем 620 биткоинов то есть кто-то купил 2700 биткоинов сверху в этом часе на какой красивый рассвет невероятно да и в короче торговые объемы падают это мои цели мои торговые идеи если вы хотите торговать вместе со мной то под видео полезные ссылки на бобит регистрируйтесь получаете бонус до 30 тысяч долларов сейчас покажу вам свой байбит подождите сам торгую в основном на байбит на можете также на бинг x и на байнанс 2 проходите мои курсы по крипто трейдингу учитесь техническому анализу и 3 присоединяйтесь к моему телеграмму все полезные ссылки в описании под видео теперь байбит на балансе у меня 610 тысяч 400 долларов снова упал вчера было 624 сегодня получается минус 14000 но я думаю что я хорошо управляюсь со своим балансом почему потому что я в основном в ее из детей сейчас у меня один биткоин mcrt на 43 100 покет на 35 300 минус 6 процентов ворлдкой на 24 400 минус 14 процентов я частично закрылся по ворлдкой ну сократился им даже писал об этом в твиттере но посмотрите какое сокопадение на ворлдкойне все потому что люди беспокоятся о предстоящих разлоках датч койн на 18 700 юнис воп на 12000 и также у меня ордера на покупку по 53 хочу зайти на 4 биткоина и на 2 биткоина по 56 500 там где двойное дно возможно будет и также на споте ордера под датч койну что еще датч койн по 10 по 12 биткоин по 53 тысячи покет под 10 ворлдкойн по 360 и также в общем это все что на этом аккаунте теперь telegram не забывайте к нему присоединиться 142 человека онлайн трейдеры общаются делятся торговыми идеями чартами s&p 500 биткоина но проблема это торговые объемы принимайте их во внимание ребята когда вы там рисуете теханализ имейте ввиду что торговые объемы низкие что еще ссылки не забрасывайте если хотите что-то показать лучше напишите текстом чтобы все увидели сразу магдина недель на биткоине уходит в крышку стоит ли начинать беспокоиться да стоит я это предсказывал да я на самом деле снова предсказал вершину на красава месяц назад еще ну что ж на этом на сегодня все все полезные ссылки в описании под видео не забывайте подписаться на мой твиттер 85 тысяч фолловеров по какой-то причине я в теневом бане в твиттере что-то как-то не дает твиттером расти моему сообществу и вроде как было 86 уже а теперь снова 85 тысяч это мое видео в котором я все предсказал биткоин похож на изобретение огнестрельного оружия 100 тысяч лет люди бегали с луком и стрелами а потом изобрели пушку это все изменило когда вдруг 3 миллиона автомобилей затем 5 миллионов а потом 20 миллионов проснуться и начнут подбирать и высаживать людей многие скажут что илон это величайший живой магом способность создать такое количество денег из чистого программного обеспечения да это потрясающе сотни тысяч и миллионы автомобилей автономные такси я вышел в кэш жду пока биткоин упадет на 52 и об этом было мое видео и короче очень много всякого разного в моем твиттере тесла получает прибыль в китае и будет получать дальше а это я написал 16 часов назад сокращаю свою позицию подышкой ну ордера поставил на 12 центов и на 10 и также я сокращал свою позицию в м ворлдкой не поэтому я и говорю подписывайтесь на мой твиттер быстрее всего там делюсь новостями а это кстати говоря еще одно видео где я предсказал я продал биткоин и дочь койн это в марте 17 марта да нужно было просто потом не перезаходить на самом деле тогда было бы на 200 тысяч долларов больше у меня чем сейчас в общем на сегодня все спасибо что посмотрели люблю обнимаю подпишитесь на канал поставьте лайк включите да какой же все таки рассвет красивый поставьте лайк да да не причесан да просто только что проснулся пошел на пляж всем хорошего дня и увидимся завтра